привет меня зовут светлана сегодня 23 мая 21 год и у нас очередное отчетное видео как обычно по воскресеньям вышиваю картину художник эрнс новак дизайнер схемы химера вот на сегодняшний день выглядит вышивка вот таким вот образом вышита 77 процентов это 99000 крестиков но если кого-то интересуют за неделю сколько удалось 5612 вышить крестиков вот так но тут в кадр попадал и ед что мои инструменты на резиночки нити вдеватель оттягиваю нити куда в какую сторону на как любое расстояние отпустила он у меня отскочил на место и всегда под рукой я знаю где он машинально уже туда хватаю его и все ножнички здесь игла ну и все ниточки на планшетах и схема саги вот вся организация все очень просто вот так так но и коль у нас уже речь зашла основа до монах мы видим это средневековье мы продолжаем там с вами путешествовать и так как затронули мы в прошлом видео готические соборы сегодня мы продолжим рассказывать о их украшениях это химеры и их ближайшее окружение мы с вами узнаем как они выглядят и вообще что из себя представляют ну все девочки устраиваемся поудобнее берем иголочки вышиваем а я буду вас потихоньку развлекать вот на экран уже можно не смотреть здесь монах будет жить своей жизнью шевелиться видео будет условно статично вот и все начнем так мне хочется с вами поделиться такой темой средневековый бестиарии что это да в средние века описанием чудовищ были посвящены произведения специального жанра так называемый бестиарии повествующие о животных вымышленных и реальных как сказал франциска гойя сон разума рождает чудовище странные страшные мистические чудесные создания населяли мир средневекового человека жутковатые обитатели средневековых бестиариев уродливые фигуры сидящие на карнизах соборов зловещие тени прячущиеся в глубине церковных хоров вервольфы оборотни амфис бены василиски химеры и единороги в средневековой литературе различных жанров бестиариях энциклопедиях в записках путешественников и миссионеров весьма часто описываются экзотические человекообразные и зооморфные существа они воспроизводятся в иконографии скульптурах романских и готических соборов книжных миниатюрах и все того времени и сегодня них написано множество художественных и даже научных книг снято немало щекочущих нервов фильмов на страницах потускневших от времени летописей порой можно найти упоминания о многом что касается чудесным невозможным и необъяснимым в изображении всяких загадочных и странных созданий проявилась существенная черта образа мышления средневековья его любовь к чудесному и фантастическому средневековое воображение заселяла чудовищами дальние неизведанные территории география химерического концентрировалась на востоке обитая вообще-то по всему свету чудовища явно предпочитали индию и эфиопию в сочинениях впервые появляются описания диковинных народов и существ которые потом будут так долго волновать воображение людей европейского средневековья здесь и обитающие на востоке безроты и существа питающиеся запахом жареной рыбы и цветочным ароматом леуманы и люди с длинными ушами одним глазом и люди с головой собаки из пасти которых вместо человеческой речи вырывается собачий лай киноцефалы средневековой человек не только не мыслил себя в отрыве от своих чудовищ он даже признавал свое родство с ними было известно что фавны прямые потомки древних пастухов а киноцефалы и вовсе наши братья по духу традиции античной химерической гибридизации в них иногда перекликаются с христианской догматикой например трое из четырех евангелистов ассоциировались животными и он орел лука бык и марк лев символ матфея был ангел заметим что среди всех реальных животных наибольшую популярность в готических бестиариях имел лев образ этого существа некогда служил метафорой для восхваления ассирийских и персидских царей христианская церковь унаследовала эту традицию отождествляя льва с христом королем иудейским богословы сравнивали льва который якобы заметал свои следы хвостом со спасителем незримо странствующим среди людей считалось что если львица родит мертвых львят то через три дня к ним придет отец лев и оживит их еще одним распространенным поверием было то что больной лев мог исцелиться съев обезьяну обезьяна олицетворения зла в ранне христианском символизме и наконец люди полагали что лев всегда спит с открытыми глазами представляя собой образец бдительности и осторожности именно поэтому статую львов охраняли памятники могилы и входы в церкви а также удерживали в зубах дверные ручки кольца однако готический лев также мог обозначать и нечто негативное так если львиная голова украшала дверные пороги либо держала в зубах ягненка такой царь зверей был воплощением дикой злобы в определенных случаях гордыни одного из смертных грехов другие символические животные из готического бестиария это овен пастырь ведущий стадо собака преданность леса хитрость искусность и реже смерть обезьяны грехопадения человека коза всеведенье и козел плотский грех в 12-13 веках описание чудовищ становится неотъемлемой частью энциклопедических трактатов цель подобных сочинений воссоздать естественную историю мира со дня творения в них включали специальные разделы о далеких странах в частности об индии соответствующими описаниями чудовищ в литературе того времени можно ознакомиться с генеалогии монстров их физиологии и анатомии особенностями поведения питания и размножения даются даже практические советы как правильно охотиться на чудовищ хелка надо ловить когда он спит а убить можно не иначе как разрубив ему голову и как использовать различные части их тел там где будет сожжен клок шерсти крохотного слона никогда не появится дракон а пепел онуса смешанный с его же кровью эффективное средство от сумасшествия и камней в мочевом пузыре о как сознание средневекового человека было населено многочисленными образами различных мистических созданий якобы существующих абсолютно реально чего стоит например гуль жуткая тварь с мерзкой внешностью и запахом гробокопатель и пожиратель разлагающихся останков не гнушавшийся однако и какой-нибудь свежатенькой скажем странниками из торгового каравана забрезшего в посещаемые гулями местностями это кладбище руины подземелья лабиринты в особенно больших количествах гулей якобы можно встретить на местах схваток недавних побоищ женская форма гуля способна принимать внешность прелестной девицы для того чтобы без лишних хлопот приканчивать неосторожных очаровательны также граверы с костяными гребнями на черепе мощными зубами которыми они дробят кости и длинным тонким языком чтобы вылизывать оттуда разложившийся мозг и жир а вот для особенных ценителей экзотики с кофин то есть не присмыкающиеся но и не птица у него тело ящерицы крылья не топыря а морда и нос как у петуха ниже длинной шеи у него кожистые бусины огромный в два раза превосходящий по размерам индюшачьи в раскинутых крыльях в среднем он больше четырех футов нападая он атакует в прыжке выставив когти щелкая клювом а также используют длинный хлыстообразный хвост сбивая им с ног и орлиным клювом приканчивая жертву диковинная живность в изобилии населяла сушу и море воздух и огонь поверхность земли преисподнюю для средневекового человека впрочем саламандры и гарпии были ничуть не более вымышленными чем крокодилы и гиппопотамы с которыми они на страницах тогдашних трактатов и кстати соседствуют люди же черные телом совсем как эфиопы конечно поражали воображение но в общем были явлением одного порядка с панотиями владельцами огромных как одеяло ушей с кеоподами у которых рот и глаза на груди не говоря уже о давным давно известных киноцефалах пёсиголовцах то есть чем-то совершенно естественным живущими как сказал монах ратрам на самом деле не вопреки законам природы но выполняющими свое предназначение ибо законы природы установлены господом вера в чудовищ оставалась чрезвычайно стойкой на протяжении всего средневековья поскольку велику было уважение к мудрости древних но с точки зрения христианства чудовище представляли собой загадку средневековой образ мира имел строго упорядоченный иерархический характер мир мыслился божьим творением где все твари располагаются в символической иерархии чудовище занимают в этом универсальном миропорядке совершенно непонятное место находясь за пределами упорядоченного мира над этой загадкой ломали голову многие отцы церкви уже августин утверждал что чудовище неотъемлемая часть тварного мира и созданный творцом не по ошибке а вот бернар клервовский отказывался размышлять над этой проблемой полагая что творение бога так велико что его не может вместить ум человека оставляя в стороне острый вопрос о том создал ли чудовище бог или дьявол средневековые авторы предпринимали немало усилий для того чтобы придать им христианский колорит и морально-религиозные столкования на протяжении всего средневековья отношения церкви к чудовищем было неоднозначным она колебалась между признанием их творениями бога и осуждением веры в них как языческого предрассудка античные химеры имели право вести своем заязычестве вполне хаотическое существование но жизнь чудовищ христианского мира была очень осмысленной каждая что-нибудь символизировала стремясь вписать чудовищ христианскую концепцию их рассматривали как религиозные и моральные символы великаны интерпретировались как воплощение гордыни пигмеи смирения леуманы монахов киноцефалы ссор огромные чудовища были символом изобилия и так далее безносые люди обозначали глупцов лишенных носа разборчивости а шестирукие жители индии усердных которые трудятся чтобы обрести жизнь вечную и даже бородатые женщины с плоскими приплюснутыми головами не оскорбляли взора а напротив символизировали людей добропорядочных которые с прямого пути церковных предписаний не склонить ни любовью ни ненавистью в списке наиболее часто упоминаемых средневековыми писателями чудовищ единорог свирепая и дикое животное которое по словам ктесия может приручить только непорочная дева потому единорог и рассматривался как символ чистоты и даже символ христа ктесий а вслед за ним и средневековые авторы сообщали что в индии из рога этого животного делали сосуды которые разбивались когда в них наливали отраву именно поэтому сеньоры стремились заполучить рог единорога впрочем некоторые чудовища оставались лишь знаком экзотического мира как например мантикора животное с головой женщины туловищем льва и хвостом скорпиона у нее голубые глаза три ряда длинных зубов и красный острый язык используемый как жало к такому же миру чистой экзотики относится сциопод существо огромных размеров укрывающиеся в пустыне от жары в тени собственной единственной ноги во время проливного дождя или под палящими лучами солнца он ложится на землю и поднимает вверх ногу которая служит ему зонтиком при помощи своей ноги сциопод может также быстро передвигаться перечисление экзотических животных дополнял спица к чудовищных народов бытовало мнение что чудовищные обличия отражения их душ которых видимо не коснулась слова божьи и потому они скорее принадлежат царству зла этот стереотип легко срабатывал в сознании путешественников знакомившихся с неизвестными народами людям посещающим центральную азию достаточно было лишь отметить такую черту азиатских народов как привычка питаться змеями или черепахами чтобы воспринимать их как чудовищ так возникают образы чудовищных народов трактатов путешественников и миссионеров со временем образы чудовищ проникают и в иконографическую традицию европейская церковная архитектура 12-15 веков породила немало странных существ внешний вид которых говорит о нездоровой но бесспорно богатой фантазии древних зодчик эти каменные металлические деревянные чудовища являются теми немногими представителями средневекового зверинца несуществующих монстров которые могут быть с полным правом названы готическими с осуждением отзывался о подобных изображениях знаменитый бернар что означает это смешное уродство эти нечестивые обезьяны чудовищные кентавры играющие на орфе ослы существо с несколькими телами одной головой или вот существо с несколькими головами и одним телом а здесь четвероногое существо со змеиным хвостом там рыба с хвостом четвероногого критика и явный интерес видимо такое двойственное отношение к изображению всяческих странных бестий характерно для средневековой церковной традиции в целом кого же изображали чаще всего наиболее популярными готическими монстрами являются горгули и химеры их часто путают называя горгули химерами и наоборот различие между ними весьма условно однако она скрывает в себе некоторые весьма любопытные секреты происхождения этих классических представителей готического бестиария химера средневековых бестиариев это легендарное чудовище из древнегреческой мифологии а скорее общеизвестный принцип создания фантастических существ путем соединения частей тела каких-либо не схожих животных в одно целое самое известное упоминание химере содержится в 6 песни или ады там описывается огнедышащие существо дочь ехидной тифона имевшие туловище козы хвост змеи а переднюю часть как у льва а химере говорится в 7 песнины и до вергилия готические химеры совершенно не похожи на свой многоликий древнегреческий прототип они приобрели всемирную известность благодаря статуям изображающим человекообразные фигуры с крыльями летучих мышей козлиными рожками или изменными головами лебедиными шеями или орлиными когтями установленным у подножия башен собора парижской богоматери древние греки считали что химера вызывают штормы всяческие опасности на земле и на море средневековые архитекторы отошли от ктонической сущности этого чудовища используя химеру в качестве аллегорического воплощения человеческих грехов падшие души которым был запрещен вход церковь и которые были превращены в камень за все свои земные грехи слово химера употребляется также во многих европейских языках для обозначения ложной идеи пустого вымысла а также какого-либо фантастического существа гибрида готическая химера ничем не отличается от горгуль и это тоже уродливая тварь с телом обезьяны или человека горбуна козлиными рогами крыльями летучей мыши и тому подобное разница заключалась в том что горгуль я представляла собой особый элемент архитектурного дизайна призванный выполнять не только художественные но и вполне бытовые функции горгульи прикрывают удлиненные водостоки готического собора благодаря которым дождевая вода льется на землю на определенном расстоянии от фундамента здания и не подмывает его иначе говоря горгульи это дренаж оформленный и в виде какой-либо гротескной фигуры существа же не выполнявшие функции украшения водостоков назывались химерами так что девочки теперь мы с вами с легкостью отличим химеру от горгульи существует и интересная легенда о происхождении горгулий примерно в шестисотом году нашей эры близ реки сена поселился дракон по имени лагоргуль он заглатывал целые суда вжог лес своим огненным дыханием и изрыгал столько воды что ближайшие деревни гибли от наводнения в конце концов жители руана решили умилостивить дракона при помощи ежегодных жертвоприношений хотя лагоргуль как и всякий другой дракон предпочитал прекрасных девственниц хитрые французы умудрялись заговаривать ему зубы и подсовывать преступников так продолжалось много лет пока однажды в руан не приехал священник романус узнав о ненасытном драконе священнослужитель заключил с руанцами сделку за избавление от лагоргуля они должны будут принять христианство и возвести в деревне церковь битва романуса с драконом окончились вполне успешно при помощи святого креста священник поверг эту бестию на землю а местные жители обложили тело дракона хворостом и сожгли однако шеи голова лагоргуля не поддались пламени ведь они были закалены его огненным дыханием через некоторое время не сгоревшие останки чудовища были выставлены на крыше построенной церкви в память о славном подвиге романуса и так подведем итог возникновение образа в различных странных существ чудовищ мифических тварей и прочих аномальных явлений в античной средневековой традиции объясняется несомненно психологической потребностью человека воплощать свои страхи в конкретных образов чтобы от этих страхов освободиться ведь чем дальше знакомого мира тем страшнее и фантастичнее выглядят чудовище все вот поразвлекала вас сегодня горгулями и химерами познакомились с ними поближе пишите девочки комментарии про лайки не говорю конечно а зря наверно надо сказать вам несложно мне приятно как обычно ну понятно хочется получать обратную связь от вас ну и встретимся на канале как обычно у меня в по воскресеньям выходят отчетные видео ну а по четвергам возможно теги или какие-нибудь обзорчики или просто поздороваться с вами приду ну все всем мира здоровья пока пока